Нашей стране нужны алтари и оборонные предприятия. Такова была концепция традиционного байк-шоу в Севастополе на горе Гасфорта. В этом году оно называлось «Русский реактор» и было отмечено присутствием первых лиц страны. А главной отличительной особенностью военно-патриотического шоу стал монтаж на площадке крымского филиала «Парка Патриот» макета монумента «Тыл фронту». Наши рабочие солдат появились там по инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, а почетными гостями праздника стали главы двух кузнец былых и нынешних побед мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и глава Магнитогорска Сергей Бердников. В ходе мероприятия лидеру байкерского движения, хирургу, был также подарен меч победы, выкованный магнитогорскими мастерами компании «Евросервис» и старший символом нерушимой стойкости русского солдата. Именно в этом качестве меч планируется провести по стране. Почему рано перековывать мечи? Специальный репортаж событий. Назвать происходящее на горе Гасфорта необычным, значит не сказать ничего. Здесь не обсуждают территориальную принадлежность полуострова, не ведут либеральных дискуссий, здесь не стесняются говорить о возрождении имперского величия страны и цитировать Проханова. Здесь свято чтут воинские подвиги предков и усиленно готовятся совершить свои собственные. Байк-шоу «Русский реактор» по значимости и зрелищности давно перешагнуло рамки регионального мероприятия. Идея появления на Гасфорте макета монумента тылфронту появилась не вчера. На байк-шоу прошлого года, которое называлось «Пятая империя», на площадке уже были смонтированы две части триптиха «Волгоградская родина-мать» и «Берлинский воин-освободитель». Логика и историческая справедливость буквально диктовали завершить композицию третьей скульптуры, что собственно и произошло в августе этого года. В этом байк-шоу главная идея прозвучала, чтобы возродить Россию, мощную державу, два направления – алтари и оборонные заводы. Алтари – это вера, дух, а оборонные заводы – это мощь нашей державы. И вот, возрождая вот эти два направления, мы возродим мощную Россию, Пятую империю. Помимо мощной идеологической нагрузки, монтаж макета монумента стал сложной задачей с технической точки зрения. Мало того, что его нужно было сделать в почти полевых условиях, на большой высоте, необходимо было разработать и устройство, поднимающее в нужный момент скульптуру еще выше, над всей площадкой горы Гасфорта. Московские скульпторы и местные умельцы с задачей справились. Еще в марте этого года в распоряжении крымчан оказался миниатюрный триптих из всемирно знаменитых скульптур. Тоже, кстати, сделанный в Магнитогорске. Благодарю за подарок, который я получил, который привез мне Виталик с Урала. Действительно, меч по выказанной на Урале был поднят в Сталинграде и пущен в Берлине. Возможно, именно об этом будет наше пятое байк-шоу. И вот следующее шоу наступило, солдаты-воин парят над горой. Кроме того, челябинский трактор «Сталинец» по поручению Бориса Дубровского, доставленный из музея ЧТЗ, в кульминационный момент буксирует на площадку копию фонтана ВДНХ «Дружба народов». И, судя по всему, на русском реакторе зародилась новая и очень красивая традиция. Меч Победы, как символ нерушимой стойкости русского солдата, был выкован нашими магнитогорскими кузнецами из компании «Евросервис» по старинным эскизам и лекалам. Это никакой не муляж, самое настоящее оружие. И преподнесено в дар хирургу оно было в соответствии с древними русскими традициями в оружейном ящике, высланном свежескошенным сеном. Стоит ли говорить, что вручение меча сопровождалось шквалом оваций? Меч сделали наши ребята, это мастера Могулевцева, когда на площади Нахимова хирург получил от нашего губернатора этот подарок для Севастополя, для севастопольцев. Ну, восторг был, конечно, народ ликовал. Ответным ходом со стороны устроителей шоу было письмо хирурга губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, в первых строках которого о том, что шоу состоялось и получило высочайшую оценку президента России Владимира Путина. Кроме вот такой зримой овеществленной патриотики здесь, на Газфорте, обсуждается проект создания постоянно действующего военно-патриотического парка федерального масштаба для призывников подростков. И если сотрудничество наших регионов продолжится, к чему есть и основания, то в недалеком будущем и наши южноуральские ребятишки смогут ездить в Севастополь, учиться Родину защищать. Игорь Гурьянов, Олег Карпенко, Телекомпания ТВ.